Вначале, когда мы операцию начали пикнуть, сволочи боялись, что здесь, что за рубежом, теперь обнаглели. Друзья, всем привет. Ну что, на России уже активно сдувается надутый шарик деланного величия этой страны и ее армии, истерика по поводу новой военной помощи Украине. Сейчас покажу вам, как Соловьев уже призывает тюлени антифашистов, я не шучу сейчас, тюлени антифашистов, при этом в истерике бьется в конвульсиях и с одной рукой хочет кидать ядерные бомбы, а другой придушить своих же сотрудников. Все это в прямом эфире. Их просто колбасит по-страшному. Сейчас расскажу обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал, это очень важно. Продолжаются атаки на наш канал, и поэтому, если вы смотрите и вы не подписаны, подпишитесь прямо сейчас, пожалуйста. Если вы смотрите и вы подписаны, спасибо вам за это, и поставьте обязательно лайк, нажмите на колокольчик, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этих истериках. Нам нужно показать YouTube взаимодействие с видео и таким образом его продвигать. Помогите мне это сделать. Итак, начинаем. Ну понятно, что в России они очень внимательно следят за последними решениями о поставках оружия. И вот сейчас новый готовится пакет военной помощи от США, друзья, 2,2 миллиарда долларов. И в его состав могут войти управляемые снаряды до 150 километров. Это хорошая новость. Это еще не Атакамс, но это очень хорошая, друзья, новость. И, ну, там уже Брэдли уже плывут в Европу, и это, конечно, вызывает у них просто истерику. Ну, просто истерику. С одной стороны, значит, ну, они придумывают, как же бороться с Брэдли, которые плывут. И они при этом выдают такие бредни на эти Брэдли, что это что-то. Я хочу, чтобы вы послушали, как уже отправляют тюлени антифашистов топить корабли. Я не шучу. Послушайте. У меня такой детский вопрос. А вот сейчас 60 Брэдли загрузили на корабль. И вот об этом тоже вопрос. Подтопим, не подтопим? Да не мы. Мы вообще... Там мин, знаете, сколько плавает? Мы? Да вы что? Те же, кто северные потоки. Бешеные... Нет, бешеные тюлени антифашисты. Было бы замечательно. Ну, вот полностью безумные... Ну, я не знаю даже, что здесь сказать. Ну, вот, понятно, что такую пургу заливать вроде как-то успокаивает, что у них тюлени антифашисты что-то утопят. Ну, постоянно невозможно. И поэтому даже у них самих там проскакивает. Да ну... Вот еще один эксперт в эфире Соловьева начал рассказывать о том, что... Ну, значит, не страшно. Танки, Абрамс, Леопарды будут путать, говорит, снаряды украинцы. Ну, сложно же. Там, говорит, аж подвозить снаряды надо. Ну, видно, такой эксперт говорит. Видно, что ему сложно понять, как вилку в руки взять. Это да. Поэтому, говорит, как они разберутся. Тут снаряд для Леопарда или для Абрамса. Перепутают снаряды. Вот, ну, гениальная идея. То они, помните, я вам рассказывал, предлагали подкупить танкистов. Теперь у них надежда, что снаряды перепутают. Но тут даже Соловьев говорит, ну, типа, что ты несешь? Послушайте. Танковый батальон в бою – это непрерывный подвоз и пополнение боеприпасов. Конечно. Смогут исполнить такое ВСУшники с западными танками. Причем там, я так понимаю, что если завезут эту солянку, значит, все калибры будут разные. И, как обычно бывает на войне, Леопардам привезут снаряды от, не знаю, от Абрамсов. Дмитрий Анатольевич, ты прав. Но мы с тобой же с этой разносортицей уже сталкивались. Это не помешало им провести успешные действия в Харькове. Но ясно, что там не обошлось с нашей стороны без раздолбайства, вплоть до предательства. И мы должны были уйти из Херсона. То есть, ну, к сожалению, они же тоже не пальцем делали. Ну, а если к этому добавить, что они у себя в прямом эфире говорят вещи, вчера просто казавшиеся невозможными. Там, например, этот подонок Марков, видимо, там чуть вышел из состояния наркотического опьянения. И говорит, а что-то пожаров у нас много в Москве. Это украинские диверсанты. У него уже мерещатся, в него уже одно место горит. Думает, вот уже украинские диверсанты его подпалили. Послушайте. По поводу Буданова и по поводу... Да, для нас он террорист. А для них он диверсант и герой. Понимаете? Для них, и они будут, они... Чем хуже у них будут обстоять дела, тем больше будет активизирована здесь резидентура, так сказать, агенты и так далее. Вот я хотел бы заметить, я опять-таки не знаю, но для меня крайне странно вот череда пожаров, которые происходят в Москве в последнее время. Ну, по крайней мере, в прошлые годы такого не было. На этом фоне Путин принимает решение о бессрочном режиме чрезвычайной фактической ситуации на границах с Украиной. Там террористическая угроза. Это тоже такого еще вчера не было. Ну и вообще в их эфире прозвучал, знаете, уровень потерь российского ВДВ? Они озвучили на своем телевидении, друзья. Оказывается, российское ВДВ к моменту начала мобилизации, напомню, это сентябрь месяц, конец сентября, уже потеряла 40-50% своего состава. Еще раз, к концу сентября российское знаменитое ВДВ потеряло 40-50%. И они не в фонтанах утонули во время празднования Дня десантника, а их просто утилизировала украинская армия. 40-50%. Послушайте. Верно. Многие говорят про то, что ВДВ на фронте не видно. К сожалению, это объективная реальность. К началу получается мобилизация. У нас примерно ВДВ лишились 40-50% штатного состава. То есть сейчас частей, получается, строевых штатного вооружения, которые старые проверенные десантники, их осталось не так много. И вот они, да, ну вот и рассуждают. Стоит там эти военкоры, ну да, 40-50%. А сколько их вообще сейчас осталось? Представляете, их масштаб потерь. Ну и, конечно, это вызывает все у них истерику. Техника едет, то есть еще без Брэдли и Абрамсов, и Леопардов уже утилизирована половина была их элиты военной, их десантников. Кто же теперь там будет напиваться на знаменитый их день? И Тельняшкина себе рвает. Проблема. А что сейчас-то будет? И поэтому Соловьева просто бьет в конвульсиях. И опять он кричит про красные линии. И опять он кричит про ядерное оружие. И давайте. Ну, в общем, я здесь, знаете, без комментариев. Посмотрите просто, как его колбасит и как его трусит. В начале, когда мы операцию начали пикнуть, сволочи боялись, что здесь, что за рубежом. Теперь обнаглели. И главное, что мне нравится, наши здесь все. Вот, не надо говорить про ядерное оружие. Что вы такое говорите? Какое ядерное оружие? Министр обороны Лой Тостин приезжает в Сеул и говорит, да если что. Мы захреначиваем и таким оружием, и ядерным. И все так тихо сели, прям молчат. Ну вот уже поставляют любое оружие американцы. Любое. А мы их долбаные суда не топим с Брэдли. Они нам северные потоки взрывают. А мы говорим, нет, ну вы что, мосты, это так важно. Прекращайте. Мы нахрен не сносим эти кварталы в Киеве. Ни черта не делаем. Все чего-то, вот цирлих-манирлих разводим. А пацаны на передовой воюют. И у них нет ни цирлиха, ни манирлиха. У них война. Все говорят, не, ну чего, ну зачем, не дай бог. А нахрена тогда было государственные деньги использовать и производить такой запас ядерного оружия. Оружие сдерживание? Ну и кого сдержало? Абрамсы, леопарды? Ракеты с радиусом действия 150 километров? Уничтожение северных потоков? Теракт на Крымском мосту? Убийство Дарьи Дугиной? Ни хрена никого это не сдерживает, если это не применяют. Ну вот такая история, друзья. Просто, ну как совсем, там уже поехали крышей. И кричит на всех, и орет на всех. И зла ему не хватает. Его просто трусит. Ну потому что они понимают, чему, друзья, идет дело. Если вы подписаны на канал, лайк, комментарий, колокольчик. Если вы не подписаны, прямо сейчас, друзья, пожалуйста, подпишитесь. Это наше с вами общее дело. Это наш с вами, друзья, информационный фронт. Держим строй. Субтитры сделал DimaTorzok